всем привет блендер 2 91 сейчас на ускоренном я бериком ставлю кости персонажа а потом рассмотрим как уже шмотки привязать чтобы они от персонажа не отходили а Продолжение следует... 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 трансфер, выбираем тело, находим Vertex Date и Vertex Group. Применяем модификатор Апли. Ну и проверим, как себя ведет именно куртка. По смот. Выберем косточку какую-нибудь, ну вот эту допустим. И покрутим. Вы видите, что куртка привязалась к телу. Ctrl Z. Давайте то же самое проделаем именно с воротником. Добавляем воротник. Так. Выбираем воротник, выбираем кости. Ctrl P. With Empty Group. Теперь только воротник. И опять же, добавляем модификатор Date Transfer. Выбираем, возможно, из списка здесь выбрать, вот тело. Ну и опять же, Vertex. Vertex Group. Ну и опять же, применяем Апли. Так, теперь у нас идет шарф. Выбираем шарф. Ему можно кости добавить. Шарф давайте попробуем привязать еще как. Если выберем шарф и выберем кости, зайдем в Post Mode и попробуем ну вот к этой кости Ctrl P и BOM назначить. Выбираем только косточки теперь и посмотрим, как себя ведет шарф. Post Mode. Кости пока отключим. R. Вот вы видите, что шарф движется. Теперь можно добавить именно кости вот к этому шарфу дополнительные как Ctrl Z и костями сделать анимацию вот это, чтобы двигались именно вот эти вот части шарфа. Так, зайдем в Object Mode. Так, что у нас осталось? Так, а вот теперь у нас осталось самое интересное. это замок и бегунок. Выбираем замок. Так, в Post Mode я нахожусь. Выбираем замок и кости. Ctrl P with mt group. Потому что здесь уже бон привязывать смысла нет. Он будет ровно двигаться. Это будет шиздец. Сейчас посмотрим, как он привяжется к телу. Теперь выбираем только замок. Выбираем Date Transfer. Выбираем из списка тела. И повторяем Vertex. Vertex group. Применяем. Apply. Так, вот теперь заходим, выбираем косточки и заходим в Post Mode. Выбираем косточку, допустим, позвонка. Видимость костей пока отключим. И R. вы видите, что замок именно гнется. И растягивается. Вообще классно. Ctrl Z. Ctrl Z. Теперь опять же Object Mode. Косточки включим. И привяжем бегунок. Вот бегунок можно просто привязать к кости вот к этой. Вот к этой кости позвоночной. Ну, давайте посмотрим опять же в качестве эксперимента как это все будет. Ctrl P with empty group. Выбираем бегунок и добавим модификатор. Так, Date Transfer. Выбираем тело и выбираем Vertex так Vertex group Apple. Выбираем кости и заходим в Post Mode. Отключаем косточки и проверяем. Вы видите, что смотки все привязались. Ни рука ничего тут не выходит. Все вообще классно. Ctrl Z. Ctrl Z. Итак, я отдаю вот этого персонажа. Можете добавлять ему тут настройки костей, делать с ним анимацию и, короче, делайте с ним все, что хотите. Дорабатывайте, поэкспериментируйте в перекраске его, зайдите, допустим, выбираете персонажа или вот куртку, заходите в текстуры Paint, кости пока можно отключить. S английская и где-то что-то подкрасить. Так вот. Так, это вот S почернее будет. Вот, можно перекрасить тут все. Вот так вот. и нарисовать что-нибудь можно. Так, выставляем красный цвет, радиус кисточки поменьше. Ну, и пишем, там, не знаю, что-нибудь вот так вот. или какие-нибудь потертости нанести можно. Вот такая штука, короче. Все, всем пока, до свидания. Повторюсь, модель полностью ваша, кто скачает, успеет, потому что Drop Me файл на 14 дней только, я, возможно, потом, если кому-то нужно, обновлю. есть у меня уже много роликов, которых я отдавал модели, надо там тоже как-то заняться, поменять вот эти все ссылки на скачивание, но пока вы не просите, ну, я и не кидаю, не трачу время. Если вам нужно, просто напишите, какая модель вас интересует, если она еще осталась, я ее заброшу, именно, можете ее пользоваться. Все, всем пока.